итак продолжаем дальше всем привет улики кому интересно о том что я рассказываю вам про рак про свой путь который есть чем поделиться я уже два года борюсь подпишитесь пожалуйста на мой профиль до в ютубе и поставьте лайк можете писать комментарии я отвечу на все ваши вопросы вот по поводу болезни и как что чего то есть задавайте мне вопросы я потом буду видео следующих до рассказывать отвечать на эти вопросы так вот был такой вопрос по поводу побочек после химии у меня было два протокола лечения потому что всего я прошла 39 химиотерапии на сегодняшний день у меня напомню у меня рак сигмовидной кишки вот и по поводу побочек на прошлом протоколе у меня было и жога у меня трескались уголки рта трескались пятки у меня не было волос то есть я была лысые волосы не росли трескалась кожа пересушенная была вот у меня отрезка ли пятки я сказала тошнота и жога головокружения вес держался кстати не падал вот что у меня еще было кровь с носа потом сильно опухали ноги руки ну так знаете как отечность это больше была вот на самом деле было еще много всего и это тяжело переносить это тяжело организму первые дни после химии ты конечно никакой но потом как только появляются силы ты начинаешь бегать делать что-то жить одним словом да на сегодняшнем протоколе этот протокол кстати мне не очень подошел но опять же все индивидуально моем случае мой организм не захотел реагировать на этот протокол вот на сегодняшнем протоколе это фолфокс авастин по нашему простите авастин по-нашему в украине кстати очень другое лекарство на этом протоколе я уже год он сдерживает мои метастазы то есть мои метастазы плюс-минус почти год на этом протоколе стоят на месте опять же он подошел именно моему организму вот на этом протоколе какие мне побочки я себя чуть лучше чувствую внешне во первых нормально начали расти брови нормально начали расти ресницы но тут конечно наручную волосы за год вот так вот выросли у меня на этом протоколе но на этом протоколе у меня появилась неврология что это такое это когда кончиками пальцев ты не чувствуешь то есть иногда попадает с рук посуда тебе нужно держать что-то крепко ты не чувствуешь вот бумагу когда берешь ты такое ощущение как будто у тебя пальцы после ожогов знаете вот она заживает но чувствительность еще не вернулась то есть когда ты трогаешь что-то ты не чувствуешь что это но ты понимаешь мозгами что это стол допустим какая-то поверхность да то есть это мягкая ты когда берешь ты не совсем понимаешь что это по ощущениям но ты понимаешь мозгами что это спонжики вот плюс дало на позвоночник сильно страдает болит тянет а вот плюс у меня но это больше аллергия какая-то у меня чешется безумно тело чешутся ноги и из этих из того что чешу у меня нереально большие синяки на ногах прям очень сильные вот также у меня тошнота присутствует у меня присутствует изжога слабо сильно иногда первые дни там вообще не могу встать после химии но в принципе в целом знаете мне кажется уже организм больше просто привык вообще к этой химии и короче я хочу сказать что ты все равно привыкаешь ты все равно пытаешься жить между химиями работать что-то делать мечтать планировать путешествовать готовить уборка кстати я первые дни после химии прихожу на первый день еще сложно второй день чуть лучше я прихожу я готовлю я убираю я все стараюсь делать все равно через не могу мне плохо все но ты идешь что ты делаешь и ты отвлекаешься на самом деле так трошки лучше на ногах переносить все знаете вот кстати так что хотела сказать вам так по поводу а по поводу тошноты кстати что спасает от тошноты меня таблетки которые прописаны не берут я вам так скажу поэтому меня спасает кока-кола газированная вода вот это вот юшка с огурцов соленых и соленые огурцы мандарины вот когда кушаешь такое тошнота она не прям проходит но легче становится на какое-то время знаете то есть как бы реально спасать потому что ни одни таблетки которые я пробовала тошноты так не помогают как допустим чуть-чуть глоточек 2 кока-колы вот так